Настя Кирпичникова Валерия Ермакова Валерия Ермакова Валерия Ермакова Валерия Ермакова там присутствовал. Ну, давайте не будем отвлекаться. 800 метров. С одной стороны, вроде бы 8 минут, а не успеем оглянуться. Кирпичникова с Егорова уже проплыли 100 метровку. Причем Кирпичникова лидирует. Обычно так не происходит. Обычно Егорова сразу захватывает лидерство. Кирпичникова где-то пытается удержаться рядышком. Но, посмотрите, сценарии-то меняются. Кирпичникова выступает за Свердловск. Про Егорова мы прекрасно знаем, что она родом из Калининграда. Выступает за Ахмауа. Тренируется вообще во Франции. Насколько я понимаю. Но нам не важно где. Нам важно как. 150. Егорова пока вторая. Мы помним, что на чемпионатах России Егорова любительница поплавать на вторую часть. То есть сделать 2 равные 400 метровки. Или сделать 2 равных 200 метровки на 400 или еще как-то изгаляться. Ну, в общем, постоянно выполняет какой-то тренировочный план. В то время, как Настя Кирпичникова такой ерундой не занимается. Она сразу берет свою раскладку и делает то, что запланировано. Возможно, мы сейчас присутствуем именно при таком развитии ситуации. Хотя вот как-то 200 метров Егорова не выглядит купающимся. Такое ощущение, что не сегодня, не ее день. Не ее день. Ну, получается, уже второй день, не ее день. Вчера квалификацию проиграл Кирпичникова, и сегодня они, наверное, в разные заповы уплыли. Но все-таки сейчас в личной баталии отпускает уже на корпус многовато. Это очень многовато. Немножко даже волнительно за Аню. Аня все-таки нас приучила к тому, что когда она выходит, когда она попадает в сборную, когда она выходит на старт, можно быть спокойным. В финале мы будем, а дальше еще и пободаемся за что-нибудь очень-очень приятное. Например, за призовое место на Европе. Как это было, допустим, в глаз, вот эта подлинная вода. Что же касается Настя, конечно же, трудяга, конечно же, давно заслужила, конечно же, часто не везло. Ну и надо брать судьбу. Даже если не везет, надо брать и везти собой. Ну и 300 метров, тогда бы мы такое увидели, что Кирпичникова везет Егоровой два корпуса. Третий пока работает Приходько, четвертый Курцева. Ну это уже большие отрывы, там, конечно, ни о квалификации, ни о попадании, никуда речи не идет. Там только идет борьба за призовое место на России. При этом, еще раз повторюсь, Яна Курцева, но тоже не выглядит ни умирающим лебедем, ни сильно упорствующим. Ну а Кирпичникова в таком высоком темпе. В принципе, темп как для полторашника, да, то есть берешь неглубокий захват, берешь такой легкий-легкий грибок без серьезных усилий, то есть, грубо говоря, вот ладошкой зацепил и дернул, ладошкой зацепил и дернул, и как можно выше темпа. И это как раз тактика полторашников, это уже с незапамятных времен, давно известно, так легче, так проще. Не всегда можно выйти на достаточный уровень результатов, потому что без качества грибка, конечно, не всегда получается. Но, посмотрите, у Насти все-все-все срабатывает. Напомню, что уже 450 метров, и посмотрите, 3 секунды отрыла Егорова, и не похоже, что последняя сейчас будет догонять. Нет, она все дальше и дальше отстает. Что же касается Кирпичниковой, то в любом случае отбор будет крайне-крайне интересен. Вспоминаем отбор прошлого года, когда на 400 и на 800, на 800, нет, на 400, на 400 заявилась Вероника Андрусенко, и это была битва Егорова и Андрусенко. Разница там, несколько сотых возошлись девчонки. На мире то же самое, два участника в финале на 400 метров вольную, правда, долго без медали, но какая разница, когда мы вспоминали про два участника на чемпионате мира в финале. Что касается Кирпичниковой, то она вот как-то ей сильно не везло на 800, она была второй с невыполнимой нормативой, полторашка, была в гордом одиночестве, почти всю дистанцию прошла по раскладке квалификации на чемпионат мира, и в концовочке немножко сварилась, дала там, по-моему, три или четыре секунды плюсом к отбору. В итоге без Кванжо осталась, и сейчас, мне кажется, это в какой-то степени пошло в плюс. Настя не опустила руки, отработала, и сейчас мы наблюдаем очень хороший затылок в ее исполнении, а Егор вот там сейчас в опасности, Приходько ее догоняет. Приходько, мы им тоже много раз рассказывали, карьера, так, скажем, не сильно благосклонная к ней, поэтому, может быть, Олимпийский сезон, но здесь, опять же, если кому-то везет, значит, кому-то не повезет. Я абсолютно не хочу, чтобы я бы, была в моей воле, все бы поехали на Олимпиаду. Вопрос в том, что там всем делать. Но и Кирпичников у нас продолжает, продолжает очень лихо выступать. Вывем уже к отрезку 650, правильно? Я насчитал 150 метров до финиша. Ну и, похоже, мы очень сильно перевыполняем. Перевыполняем норматив, боюсь предположить, но мы даже близко к рекорду России, не так, чтобы прям очень близко, но личный рекорд Анастасии Кирпичников 8.20, но вот думаю, что с личным рекордом мы сегодня справимся. Мы видели Кирпичников заплыве в эстафетной гонке 4 поста за Свердловск. Для меня это тоже было удивительно, как можно было стаера поставить. Но видно в хорошей форме. Видно в хорошей форме. Все идет. А на втором плане Приходько догоняет Егорова. Вот это, наверное, точная сенсация для сборной. Для Приходько, естественно, со знаком плюс, а для Егоровой с огромным минусом. Вот в такой форме я они уже не видел давно. Ну и у нас 50 метров до завершения. И в принципе рекорд России в опасности, потому что если за 31 удастся развернуться Кирпичниковой, то 8.11.99 Ох, темп падает. Надо еще подержать. Надо еще подержать. Ну давайте все поболеем за Настю. Ей остается до рекорда России всего лишь 25 метров. Ей очень тяжело даются эти последние метры. 8.11.99 рекорд страны держится с шестого года и теперь это 8.10.62 Ну что, я не говорю про отборы